Война Они обрели бессмертие ради сегодняшнего мира, будучи убежденными, что боролись во имя справедливости. Мама, забрай! Мама, забрай! ужасов Арцахской войны. Но в моей памяти запечатлелись вести с фронта. Погиб такой-то доброволец. Ирония. И сейчас, после обретения мира в столь тяжелой борьбе, слышим бряться неоружием и угрозы о возобновлении войны. И все это на фоне нескончаемой информационной войны. При этом Азербайджан хочет сосредоточить внимание мирового сообщества на том, что с армянской стороны воевали только иностранные наемники. Я пыталась в архивных материалах и подшивках газет найти сведения об этих иностранцах. И вот в газете «Голос Армении» за 1993 год нашла очерк Зорья Балаяна. Мотрич занял место Мотрича, который вскоре оказался в его книге «Между адом и раем». Разные люди рассказывали мне о Диме. Знал, что он был у Мунте Мелкуняна. Знал, что должны встретиться, так как один-два раза в месяц я ездил к Аво. Когда приехала Леди Кокс, поехали в Мартунийский район. Вот там я с Димой и встретился. Дмитрий Мотрич приехал в Арцах сознательно, и его нахождение в Мартуне под командованием легендарного Аво, Мунте Мелкуняна, было вовсе не случайно. Его приезд в Арцах совпал с трагическими событиями поистине жаркого лета 1992 года, когда после майских побед армян Азербайджан не без помощи Турции стал применять непрерывные воздушные ракетные удары по крохотному Карабаху. В Армении была объявлена частичная мобилизация, ибо стоял вопрос, быть или не быть Арцахом. На помощь мятежному Карабаху приходили не только наши соотечественники, но и друзья нашего народа. Их было немного, но они шли на чужую войну сознательно. Русские ребята, которые приезжали в Армению и хотели воевать за нашу страну, просто задавал вопросы, я говорю, ребят, вы с какой целью приезжали? С какой целью приехали? Если за деньги, то вы можете ехать обратно. Это просто защищали Родину, защищали землю. Хотя ребята к этой земле никакого отношения не имели. Славяне, они воевали за крест. Они так и говорили. Мы воеваем за крест, за христианство. Действительно, ребята воевали за справедливость. И Дима, и все, и все, кто приехали. Приехали не за денег. Хоть назывались у нас там, допустим, наемниками. В бывшем Советском Союзе, когда ты считаешь, что все 15 республик твоя Родина, и быть наемником какой-то из этой республики, это, ну, не знает. Это неправильно, неправда. Многие, когда едут сюда, их не нанимают. Никак не было так. Было такое, что говорили, можете, идите, помогайте. Приезжали и оставались, и отдавали, в общем, душу этому народу. Эти люди пришли на помощь народу, для которого непрерывные бомбежки жить в подвалах стали обычным делом. Но в их мыслях было только одно – видеть свой дом и свою землю свободную. И Дима посчитал своим долгом быть здесь. История свидетельствует о том, что русский солдат в тяжелые годы всегда был рядом с армянским народом. Так строились наши отношения в данном случае с Россией. Так же поступали и армяне. Когда судьба России оказывалась под угрозой, на помощь приходили наши соотечественники и жертвовали жизнями ради этих идей. В 18-19 веках мы с русскими воевали на подступах Шуши, в Баязете и в Карсе. То, что не только мы осознавали сложность и значение Арцавской войны, но и честные сыны братских народов давало нам огромную моральную поддержку. Они приезжали сюда защищать свою родину, сознавая, что идут на смерть. Дмитрий Мотрич родился в далеком приморском городе, Владивостоке, известном своими военно-морскими традициями. И не случайно, что его отец, Анатолий Мотрич, был кадровым офицером, командиром подводной лодки. Дима тоже выбрал профессию военную. И его отец отправил в Москву к родственникам, чтобы он у родственников жил. Ну, а этот парень, походу, не тот был, чтобы у родственников отец жил. Познакомился с армянской общиной, а потом приехал. Приехал на горный Карабах. Чисто добровольно. До Арцаха Дима в Ереване нашел штаб партии Дашнак Цуцюн. И вскоре отправился на линию фронта в Шуши. Вот, Дмитрий. Здесь, правда, фамилии нет. Адреса нет. Только город. Владивосток. Недолго он у нас пробыл. Постоянно требовал, чтобы я отправил его на фронт. Перед боевыми действиями Дима проводил военные занятия с нашими молодыми бойцами в Шуши. Он не оставался без дела ни минуты. В этом смысле Дима произвел на меня большое впечатление. Спустя короткое время он уже был в самой горячей на тот момент точке. Мартуни. Дима был крестным разведывательного отряда Мартунинского батальона. Мартуни возле школы, превращенной в казарму, мы встретились с Камо. Он был из разведгруппы Дима. Он показал место, где ребята тогда сфотографировались. Это единственная сохранившаяся фотография, где Дима снят с ребятами. Многих из них сегодня уже нет в живых. Нам удалось встретиться с Масисом, Араиком и Кумитасом. Их Дима взял в свою разведгруппу и регулярно проводил с ними занятия. Ребята вспоминали и показывали места, где разворачивались разведывательные боевые действия. Три села, расположенные в административном округе Мартуни и населенные азербайджанцами, враг использовал в качестве мощных огневых точек, откуда постоянно обстреливал Мартуни и прилегающие районы. Мунте поставил задачу. Срочно разведать территорию и организовать атаку по разным направлениям. Дима руководил нашей группой. Мы взяли азербайджанское село Мугалу. По плану в этот день мы должны были взять три села. Мугалу, Курапаткина и Амиранлар. В операции принимали участие несколько подразделений. Противник оказывал упорное сопротивление, но вскоре вражеские точки были уничтожены. Вместе с Димой ребята участвовали также в освобождении села Гюлапли. Неожиданным ударом с тыла они застали врага врасплох, неся в его ряды панику. Но прежде чем стать командиром разведки Миружану, как называли ребят этот отряд, Дима прошел серьезное боевое крещение. С командиром нашего батальона Миружаном Мусианом мы по делам были в Шуши. Там случайно встретили Диму и начали наводить справки о нем. И командующий составом поинтересовался, неужто хотят забрать Диму? Конечно, неопытные отряды Мартуны нуждались в таком специалисте, каким был Дима. Мы взяли его, но все время терялись в догадках. Я и Миружан иногда говорили, а можно ли ему доверять? Дело было в том, что этот парень делал такие неожиданные и дерзкие предложения, что мы думали, что он может предать нас. В первое время к нему относились с некоторым недоверием. Уж слишком он был активен, но однажды он доказал свою преданность. На позиции, расположенной напротив села Мугалу, периодически поднимался танк и ввел оттуда обстрел. Нашим оставалось только прятаться и ждать, так как не было необходимых средств для организации контрудара. Командование решило подорвать этот танк. Это была Димина идея, пробраться туда ночью и заминировать. Думали, а кто сможет сделать это? Дима сказал, я. Сначала мы сомневались, думали, а вдруг он перейдет на сторону противника. Но Дима сразу сказал, кто-нибудь может пойти со мной. Хотя, пусть это будет моим боевым крещением. Я один пойду и взорву этот танк. Полночь он вышел из поста Мугалу и к рассвету вернулся. И когда, как обычно, в полдень враг на минуту был обстрел, все посмотрели на Диму. Мы видели, что танк приближается к окопу и с нетерпением ждали. Танк подъехал к траншеи, чуть-чуть приблизился и взорвался. Слезы радости, чувство стыда за сомнение и недоверие. У всех изменилось отношение к Диме. Дима стал героем. Все с почтением смотрели на него. Он всего лишь скромно облыбался. Глубоко продуманные и решительные действия Димы Монте-Мелкуняно ценил высоко. А после очередной успешной операции командир представил его к награде. А вот сказал, я многому научился у этого парня. Я чувствовал, что он профессионал. И я потом подумал, так он же закончил военное училище. Пять лет там проучился. Даже когда Дима говорил, А вот все время что-то у себя записывал. Правда, всегда при их разговоре присутствовал третий, ведь нужен был переводчик. Обо всем этом он рассказал к леди Коксу. Вице-спикер Палаты Лорда Великобритании Кэролайн Кокс, которая неоднократно посещала Карабах в качестве руководителя Международной Организации Христианской Солидарности, также была знакома с Дмитрием Модричем и рассказала нам о своей встрече с русским офицером. Часто, направляясь на передовую, мы встречались со знаменитым командиром Монте-Мелкуняно. И во время одного из этих визитов я заметила в толпе молодого человека, который совершенно не был похож на армянина. И я выяснила, что Дима был русским добровольцем. Я испытала к нему глубокое уважение, узнав, что он находится здесь потому, что верит в решение карабахского вопроса и в правильность избранного пути. Он говорил, что армяне имеют право жить и защищать свою землю. Подвергая свою жизнь опасности, он воевал вместе с защитниками Арцахской земли. Позже я услышала трагическое известие о том, что он погиб в бою. Не забуду, как он рассказывал, какое впечатление произвел на него символ карабахского движения, дедушка и бабушка. Я сказал, не случайно, что их корни находятся в земле. Это означает, что они никогда не покинут эту землю, свою родину. Дима говорил об армянских церквах. Я слушал и удивлялся. Он даже попросил Аво дать ему возможность посетить раненый Амарас, как говорил Дима, когда узнал, что бомбили его. Очередной вражеский обстрел установками крат и пушечными снарядами разрушил древний армянский храм Амарас и Камдата. Я стоял у израненного Амараса и думал, что руками вандалов уничтожается святыня, которая принадлежит всему миру. Здесь похоронены мощи внука Григория Просветителя. 16 веков этот шедевр мировой храмовой архитектуры стоял незыблемо. И теперь уничтожается. Надо предотвратить этот вандализм. Это слова Димы, произнесенные в машине, когда он ехал со своими боевыми товарищами Ильей Куликом и Миро. В Степанакерте был сформирован противотанковый батальон, в котором было 2-3 русских добровольца. Дима присоединился к ним, но связь с Мартуной не прерывал. Илья Кулик тоже был в этой группе, а Миро – мясник Гаспарян из Армении, из города Артыка. Его предки были из Муша, и он по зову крови записался в отряд ополченцев сосунцей Давид. Его мать вспоминает, как Миро, приезжая в село Лернакерт, каждый раз приходил к памятнику погибшим предкам и клялся, что отомстит за погибших в 1918 году и никогда не склонится перед врагом. Во время службы в Советской армии мясник Гаспарян получил квалификацию водителя-механика БМП. В Арцахе он тоже был водителем-механиком БМП, а его встреча и дружба с Димой и Ильей была не случайна. Дима 71-го или 72-го года рождения, не помню. Я думаю, что они с моим сыном вместе служили в Приморье, потому что знаю, что Дима оттуда, там служил. Мой сын тоже там служил, там и подружились. 29 ноября 1992 года получило известие о том, что мой сын погиб. Мире был моим учителем на этом БМП. Он меня научил всему. И я до конца жизни этого не забуду. Если ночью разбудят, встану и поведу машину. Я был механиком-водителем. Это мое место. Дима был наводчиком. Это Димина место. Армен был механиком-водителем Димы, а Миро Ильи Кулика, а группой командовал Саша Курепин. Миро и Дима подружились и были вместе еще с Мартуны. Ребята не расставались и здесь. Они были кадровыми военными, и их опыт помогал молодым в оперативном освоении боевой техники. Их группа участвовала в разных боевых действиях и в освобождении многих сел Мартунинского района. Илья был Дедомовским, и, видимо, от этого его серьезность. Он много трудностей пережил. У этих ребят были другие понятия. Они говорили, мы пришли помочь. Шуши был дом, где они останавливались, и когда начинались боевые действия, выезжали на подмогу. Здесь наша оружейка была. Малютки, пусковые установки. Спали все здесь. Тут Дима спал, тут я. Здесь Селиванов Олег. Здесь Митрофанов Олег. Лена. Здесь Курепин. Оля. Оля была медсестрой. Дима и Оля влюблены были друг в друга. Письма писал ночью, тайком. Как-то спросил его, подруга есть у тебя. Улыбнулся, сказал, подруга есть, но армянские девушки очень красивые. Когда война закончится, женюсь на армянке. В 92-м году были добровольческие отряды. Они вошли в наш отряд, который в дальнейшем, с 1 сентября 1992 года, стал противотанковым дивизионом. Они четко выполняли очень сложные задачи и отличались особой военной выправкой. Среди них были водители-механики, которые в совершенстве владели техникой. Саша Курепин, Илья Кулик, Мотрич Дима, Миром Мясник Гаспарян. Они выполняли сложнейшие задачи. Спокойно могли проникнуть в тыл противника и нанести ему там большой урон. Регулярная армия еще не была сформирована, но любое действие выполнялось централизованно. Действия в Мартунинском районе осуществлялись из Степанакерта под руководством командира оборонительного округа Монте Мелконяна и его заместителя Мофсеса Акопиана. Скажу, что ребята приехали и разместились в селе Чартар, в первой роте, и в ее составе постоянно участвовали в боевых действиях и вели разведку. Недалеко было маленькое село Диванлар, где здание школы враг использовал под казармой. И вот однажды ребята говорят, из села можно пригнать танк. Я спрашиваю, да как это возможно? Они говорят, мы все разведали, сможем пригнать. Дима, Миро и Илья ночью напали на казарму, закидали ее гранатами, сели в танки и пригнали их, за что и получили поощрение от командующего войсками Минобороны Сержа Саркисяна. Следующая задача, которую они получили тогда. Обстановка была очень сложной. Мы начинали освобождение Кельбаджара. В то же время необходимо было противостоять контрударам физулийской группировки. Для этого требовались большие силы. Их у нас не хватало. Ребята предложили заминировать эти дороги. Они выполнили свою задачу. Мы начали боевые действия по освобождению Кельбаджара и видели, как силы противника продвигаются вперед и подрываются непрерывно. И свой огромный вклад в этой блестяще выполненной операции имеет группа под руководством Мотрича. Ребята появлялись с самых горячих боевых точках, где больше всего нуждались в их помощи. Была танковая атака со стороны азербайджанцев. Село Мачкалашен у церкви Амарас. Ни одна из 16 единиц техники противника не вернулась обратно. Напротив того холма виднеется что-то черное. Это сгоревший танк. После этого еще один выстрел был сделан из фагота. Это были Дима и ребята. Они постоянно что-то мастерили, на баге разместили малютки. Мы очень многому у них научились. на высотах горы Урьян близ села Чартар шли тяжелые бои. Эти важные высоты то брали, то вновь теряли. И Дима с ребятами, согласно разработанной ими стратегии, заранее расположились в казарме села Чартар, проводя разведку. Была поставлена задача освободить эти высоты от азербайджанцев. Накануне ребята уже прибыли, чтобы ознакомиться с обстановкой. И в последний день подготовительных работ ребята решили, что будут участвовать в этих боевых действиях. 8 ноября высоты были взяты без потерь и без раненых. Жители села Чартар никогда не забудут подвиг Димы, Ильи и Миров. Оборонительные бои села и все, что они пережили. Враг тщетно пытался вернуть эти высоты. Подвиг, совершенный ребятами на подступах к селу Чартар, увы, стал последним. На высотах горы Урьян по дороге Физули было село Дилигарда. С этих позиций азербайджанцы постоянно атаковали наши позиции в Чартаре. 16 ноября 1992 года ребята решили наказать их. Не доезжая до места назначения мотор моего БМП вышел из строя. Дима сказал «Я пойду с Миро». Все сели в этот БМП и поехали. Кулик Илья, Олег, Миро и Эрнест из отряда Жирайра Сефилян. Был ближний бой. Я и Дима были рядом, а также два Олега. Всех разгромили. В этот момент на помощь подоспела смена азербайджанцев. Просто их было очень много. Мы не знали. Я взял с собой всего 40 патронов, две гранаты. Дима взял всего один магазин. Из-за кого-то выскочил азербайджанец и в панике побежал в нашу сторону. Спрятался в кустах ежевики. Азербайджанец разгромил противника гранатами. Закончив с ними на обратном пути проходили мимо ежевичника и оттуда выскочил азербайджанец и стал стрелять из автомата во все стороны. Закалис ксум автоматолог зафкала кейля. Мы с Димой были рядом. Он заправлял магазин. Я даже не понимаю откуда вышел этот азербайджанец. выстрел пуля попала в один их шею. Илья и Миро попали к противнику. Илья успел подорвать себя, а раненый Миро попал в плен Илья сделал вид, что сдается Азербайджанцы подошли к нему, и он взорвал гранату и погиб Убив также несколько азербайджанцев Они готовили наступление Если бы мы не пошли туда, не было бы больше сила Чарта Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok